привет друзья с вами большой дэн и проект рок-энциклопедия от ай до зэд и сегодня мы узнаем о группе свай эндзе фэмили стон силвестер стюарт родился 15 марта 1944 года в техасе в начале 50-х переехал вместе с родителями в сан-франциско с музыкой он подружился с самых ранних лет и уже в четыре года вместе с семейной группой за стюарт фо записал первый госпел во время учебы в школе свилвестер превратился в свая и занялся исполнением рок-н-роллов в составе джо пьяца and the continental затем он устроился диджеем на радиостанцию и его шоу оказались настолько популярны что молодой человек получил место продюсера вотом рекордс обогатившись новым опытом и взяв себе псевдоним стоун стюарт решил собрать свою собственную группу состав свай эндзе стоунерс а таково было изначальное название вошли синтия робинсон труба джерри мартини саксофон роуз стюарт клавишные фредди стюарт гитара грек эррика ударные пиларе грэм бас в 1967 группа переименовалась в слай эндзе фэмили стон и под этой маркой дебютировала с синглом i ain't got nobody почти сразу же был заключен контракт с фирмой epic records выпустивший первый альбом коллектива смешение раз и полов в одной команде привело и к смешению музыкальных стилей на пластинке присутствовали психоделика фанк соул ритм блюз и танцевальные мелодии эхол нью цин вызвал ряд одобрительных рецензий но продажи шли не особо бойко и последнее обстоятельство заставило вмешаться руководство лейбла по настоянию клайва дэйвиса группа коммерциализировала саунд и в результате сингл dance to the music ворвался в топ-10 по обе стороны атлантики одноименный альбом давший сильный толчок к развитию психоделического соул фанка расположился на 142 строчки билборд а тем временем изрядной популярности слай эндзе фэмили стон добавили их сценические действия с элементами хореографии и фантастическими прическами и костюмами в 1968 вышел сингл everyday people строчка из которого different strokes for different folks стала народной поговоркой конца 60-х хотя многие вещи с лайф становились концертными фаворитами да и рецензии на данную работу блистали позитивом в коммерческом плане лонгплей проигрывал своему предшественнику серьезный прорыв группа сделала в 1969 выбросив на рынок альбом стенд помимо вышеупомянутого номера everyday people диск содержал и другие хиты типа i want to take you higher и sin a simple song а его тираж составил свыше 2 миллионов экземпляров в тот год команда много гастролировала а также отметилась на легендарном фестивале в вудстоке между тем насыщенная рок-н-ролльная жизнь стала отрицательно сказываться на отношениях в коллективе и слай начал искать выход в наркотиках по этой причине концерты слай and the family stone частенько срывались но в 1970 году команда несколько реабилитировалась выдав хит сэнкью однако давление оказываемое на своя со всех сторон и его статус суперзвезды продолжали загонять музыканта на кокаиновый путь в начале 1971 коллектив покинул грек рико и в дальнейшем команде пришлось пользоваться услугами других ударников к концу того же года появился долгожданный пятый альбом несмотря на то что дзэс и райот going on сходу угодил на вершину билборд этот диск разительно отличался от предыдущих работ психоделически фанковые жизнерадостность и оптимизм уступили место мрачному урбанистично блюзовому спокойствию и апатии примерно в таком же ключе был выдержан и следующий альбом fresh к этому времени лэри ушел заниматься своим проектом грэм central station освободив место для расти аллена в составе группы произошли и другие изменения но они были малозначимыми поскольку свой большую часть студийной работы выполнял самостоятельно вскоре интерес к fly and the family stone начал быстро угасать и после выхода весьма спокойного на фоне ранних релизов альбома small talk из-за частных срывов концертов проект забуксовал часть музыкантов покинула стоуна и он попробовал выпустить сольник high on you после чего вернулся к имени слай and the family stone на диске had you missed me where i'm back пластинка при подготовке которой из прежних коллег со своим осталась только синтия оказалась последней работой для epic records в 1979 стоун в надежде противостоять со своим фанком вошедшему в моду диска пристроил команду на лейбл у warner brothers к сожалению вопреки названию long play back on the right трек не оправдал ожиданий и слай начал выступать и записываться с фанкоделик в 1981 он вместе с джорджем клинтоном взялся ваять очередной опус fly and the family stone но потом резко бросил работу и ушел в затворнике доделанный по инициативе продюсера стюарта левина альбом ain't but the one way оказался провальным и поставил безрадостную точку в дискографии группы от пристрастия к кокаину слай так и не избавился и если поначалу пробовал выпускать синглы то после того как в 1987 его арестовали за хранение наркотиков вообще завязал с музыкой и скрылся из виду надолго мимолетом он появлялся на публике в 1993 на церемонии введения с fly and the family stone в зал славы рок-н-ролла и в 2006 на трибют-концерте грэмми эот а в 2011 неожиданно напомнил о себе базировавшимся на ремиксах альбомом i'm back а